Поселок Красное с рабочим визитом посетил временно исполняющие обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский. В ходе поездки глава региона осмотрел ряд социально значимых объектов и пообщался с работниками учреждений. Тему продолжит Ирина Нижалова. Рабочая поездка главы региона началась с посещения амбулатории, филиала Центральной районной поликлиники. Здесь делегацию встретил заведующий филиалом. Значит, у нас имеется акушерский, терапевтический, педиатрический кабинет. Имеется физиотерапевтический кабинет, есть стоматологический кабинет. В ходе осмотра медицинских кабинетов глава региона поинтересовался, хватает ли в амбулатории специалистов. По словам Сергея Марташенко, в скором времени ожидается приезд врача общей практики из Новосибирска. Но есть на селе потребности и в других медицинских кадрах. К примеру, стоматологический кабинет большую часть времени пустует. Выезжая в два раза в год. А если у людей какая-то экстренная ситуация, они выезжают? Время? Выезжают, наверное, можем. Нехватка кадров – одна из основных проблем поселкового ФАПа. Как отметил глава региона Александр Цибульский, амбулатория имеет хорошее оснащение. Но оказать качественные медицинские услуги населению практически некому. Она сегодня не оказывает то комплекс услуг, который могла бы с учетом имеющихся возможностей. Значит, надо думать, либо документовывать ее врачами, либо признаться населению, что здесь мы не можем оказывать услуги. Следующий объект, который осмотрела в ходе рабочей поездки – делегация округа «Детский сад». Кирпичное двухэтажное здание было открыто в марте 1981 года. По словам работников дошкольного учреждения, с тех пор в детском саду ни разу не проводился капитальный ремонт. Продуваемые окна, холодные полы, еле теплые радиаторы отопления. Воспитатели говорят, детский сад нуждается в капитальном ремонте. Но денег учреждению не выделяют даже на косметический ремонт. Ну, мы где-то сами что-то как-то ходим, покрашиваем, креем, вот так вот закрываем, латаем дурюсель. Осмотрев помещение детского сада, делегация направилась в актовый зал, где главу региона уже ждали работники дошкольного учреждения. «Скажите, пожалуйста, почему у нас в округе оклады по одной должности у всех разные? Почему у нас в округе по одной должности у всех разные?» «По воспитательской должности разные оклады, по музыкальному учреждению, детских садов?» «Я вам поясню, потому что у нас введено нормативно-подышевое финансирование. В крупных детских садах, где больше детей, соответственно, больше денег, они могут себе это позволить. Такой ответ работников детского сада явно не устроил. «У нас же есть базовый оклад, который определяется с нами. Вот у нас это надо начинать. И этот базовый оклад, он единый для всех. 7500 здесь, в городе, в других местах. Есть возможность у садиков, у крупных садиков, у которых больше детей, соответственно, у них больше доходная база, потому что дети платят за это, софинансируют. У них есть возможность своим воспитателям, работникам повышать оклад. Они это делают, исходя из тех возможностей, которые у них есть по зарабатыванию денег. Это не прерогатива окружной администрации, а это на самом деле финансовые возможности отдельного садика». Также на встрече были озвучены и другие проблемы. Среди них снижение компенсации за коммунальные ресурсы сельским педагогам и задержки выплаты компенсации расходов за найм жилого помещения молодым специалистам. В рамках рабочей поездки в поселок Красный Александр Цибульский также посетил хлебопекарню, строящиеся жилые дома, новую ферму, фок, школу и дом ремесел. «У меня впечатления хорошие сложились. Проблемы, как и везде, всегда какие-то есть. Надо над ними работать. Есть проблемы, связанные с необходимостью ремонта детского сада. Он, в общем, такой теплый, хороший, но очевидно, что с 80-го года не ремонтировался, поэтому где-то требует к себе внимания. Мне очень нравится школу, которую построили. Там есть определенные небольшие, осталось совсем маленькие, доделать недостатки». В планах Александра Цибульского посетить все населенные пункты округа. В ближайшее время он намерен отправиться в Индигу и Нижнюю Пешу и обязательно посетить поселок Амдрама.